Опять же, у меня вопрос к спальне. Что здесь хотелось получить? Ну, давай, допустим, три твоих любимых решения. На самом деле, от спальни у нас не было каких-то больших ожиданий, то есть для нас важно было кровать, тумбочки, вот, причем у меня муж, он просто складирует все на тумбочках, он обожает все складывать, вот, поэтому... Пирамиды строить, я тоже люблю. Да, поэтому для него у нас тумбочка самая большая, плюс, почему здесь еще такая большая тумбочка поместилась, потому что важно было здесь сохранить вот это пространство для того, чтобы можно было спокойно ходить, вот, поэтому, собственно, в целом мы как вот хотели, только кровать и тумбочки, вот так и получилось. Классным решением, я считаю, было убрать окно, убрать дверь на лоджию и поставить вот такое панорамное окно. Ну, это шикарно, да. Да, комната сразу наполнилась светом, то есть здесь было очень глубокое окно, здесь был такой огромный, то есть, по сути, подоконник был вот где-то вот такой, он был очень глубоким. И поэтому сюда мы в дальнейшем поставим фикус, но мне очень нравится, как сейчас выглядит. Ну, у вас такая стокгольмская квартира, я бы сказала, я угадываю. Да, и, соответственно, здесь вот под окном был радиатор, мы его решили заменить, сделали вот такой вот вертикальный радиатор, тоже он так подчеркивает вот эти все линии черные, да, то есть, очень такой минималистичный, красивый, матовый. Мы специально искали матовый. Ну, видно, вот знаешь, как раз по деталям видно, например, по розеткам, которые внутри зеркала встроены, по радиатору, да, по всем вот этим мелочам видно, что вы действительно, может быть, вы потратились, а дизайнер поработал. Кто-то, короче, вложил сюда силы, умения и терпения, чтобы получилось вот так вот все очень легко и просто большое окно на этом месте, а сколько за этим работы, просто ужас. Да, да, причем была проблема найти это окно, потому что мы хотели именно раздвигающиеся, мы не хотели открывающиеся, потому что это бы занимало больше места, плюс они все практически идут белые, мы красили, получается, на заводе эти окна. Фурнитуру мы вообще отдельно. Кто вам сделал? О, честно, я сейчас даже не вспомню. Тань, еще вопрос, ну, явно вы поработали еще и над внешним видом внутренней части балкона, да, для того, чтобы из спальни это тоже выглядело красиво. Даже красиво это такое общее слово для того, чтобы это по стилю подходило. Да, причем мы вот этот балкон выделили как такую небольшую рабочую зону, зону такую туалетную, так скажем, туалетный столик здесь стоит. И здесь также идет шкафчик для хранения, вот этот шкаф, здесь у нас тоже все коробки, я покажу только половинку, да, покажу половинку, потому что это, ну, я считаю, очень хорошее решение было. Мы сделали здесь вот такую вот вертикальную полочку, и здесь у нас залезли дополнительные сушки, здесь у нас, получается, гладильная доска, ну, то есть все мелочи, которые там, допустим, нужно было бы скрыть, мы их сюда аккуратненько поставили. А вот еще вопрос, балкон утеплен настолько, что там так же, как в квартире по температуре, или все-таки это, ну, часть улицы? Да, мы этот балкон утеплили, и плюс ко всему прочему мы добавили сюда теплый пол, то есть в комнате можно отрегулировать температуру, и здесь в целом зимой можно находиться вообще спокойно. Давай вернемся в спальню, у меня вопрос про матрас, раз уж в спальне мне у тебя спросить больше нечего, то давай поговорим про кровать. Матрас мы заказывали у нашего друга, он занимается матрасами, подушками, армаз, вот, классный матрас, достаточно обыкновенный, на нем очень комфортно спать, он очень недорогой, мы действительно очень хорошо сэкономили, постельное белье нам вообще сшила мама, она у меня шьет под заказ, то есть мы вот в этом плане очень хорошо сэкономили на самом деле. Ну, раз друг не бывший, значит матрас хороший. Да, вот, кровать, это дочерняя фирма Арматек, сейчас не вспомню название, но я потом... Подпишем потом. Да, да, подпишем, вот, то есть кровать вообще очень классная, я сначала боялась, что она может сюда не вписаться, я до этого увидела другую кровать, она мне очень понравилась, но там были такие очень плавные линии, вот, из-за чего я тоже побоялась, мы решили вот остановиться на ней, она достаточно бюджетная, у нее подъемный механизм, она нам обошлась что-то порядка, по-моему, до 30 тысяч, и у нас под кроватью хранится столько всего, поэтому эта кровать очень универсальная, очень классная, что мы туда можем все прятать. Так, а про постельное белье, это так круто, что мама, мама шила постельное белье, прям, сейчас все должны лайк поставить, кто бы тоже хотел так. Давай поговорим про пол, вот, как раз-таки на стыке коридора, гостиной и спальни. На полу у нас ламинат, мы тоже очень долго подбирали цвет, чтобы это была цена-качество, а на стыках мы сделали вот такие вот, ну, это не порожки, наверное, это Т-образный профиль. Считаю, что это вообще очень аккуратно смотрится, нам важно было, чтобы здесь не было каких-то таких вот порогов некрасивых, поэтому мы остановились именно на них. Ну да, бывают разные решения, особенно в минимализме здесь обо что не подошло, конечно бы. Ну да, бывают разные решения.